МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в нашей программе. Мимо кассы. Какую сумму теряет бюджет республики из-за нечестных арендодателей жилья? На старт, внимание! В Чебоксарах идут последние приготовления к Международному спортивному форуму. Сила грация, красивая комбинация. Чебоксары принимают турнир надежды России. Ситуацию на рынке жилья обсудили сегодня на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства Республики. Если с покупкой и продажей квартир более-менее все понятно, то сдача в аренду происходит чаще всего в закрытом режиме. В результате бюджет не получает примерно 20 миллионов рублей ежегодно. По итогам мониторинга, проведенного Минстроем и Налоговой службой Республики, в Чувашии сдано в аренду около 3000 жилых помещений. Лидеры – Чебоксары, Новочебоксарск, Аллатырь, а среди муниципальных районов – Цивильский, Красноармейский, Маргаушский. На 3 октября на рынке недвижимости более 1900 предложений о сдаче в аренду жилых помещений. Здесь лидером является, опять же, город Чебоксары, более 80%, и около 17% – это город Новочебоксарск. Помимо этого, на рынке недвижимости представлено большое количество предложений о сдаче в аренду жилья на часы и сутки. Такое количество предложений насчитывает свыше 1400. Больше половины предложений – от физических лиц. При этом услуги по сдаче и найму жилья предлагают еще 114 фирм и компаний. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры – около 8 тысяч рублей в месяц. Двушки – 10. Нетрудно подсчитать, какие деньги проходят мимо бюджета. Грубо оценивая ситуацию, считаем, что 3-4% от всего жилья в городе сдается в аренду. Это значит, что потенциал – 7-8 тысяч квартир. Если переводить это на рыночную стоимость и на деньги, и на доход, который составляет 13%, то потенциал этих денег – от 80 до 100 миллионов рублей в год. По итогам 2013 года, а в 2014 году эти цифры будут еще выше, пока просто год еще не завершен, нужно сказать о том, что мы выявили 1093 потенциальных декларанта, из которых 95% продекларировали свои доходы и были привлечены к налогообложению. В результате увеличение в 2013 году почти на 40% количества декларантов и сумма налога, поступившая в бюджет по всем трем основаниям, как я уже сказала, сдача в аренду жилых, сдача в аренду нежилых и сдача в аренду транспортных средств, составила 5,4 миллиона рублей. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, разумеется, каждый собственник имеет право сдавать жилье в аренду, однако нельзя забывать об обязанности платить налоги. Участники совещания обсудили также вопросы начала отопительного сезона. К этому дню во всех городах республики, кроме Шумерли, отопление дано в 100% жилых домов. В настоящее время ведется проверка по каждому стояку, по каждой квартире. Около 90% учреждений образования и здравоохранения также подключены к теплу. Глава Чуваши определил срок окончания всех работ по подключению. Два дня. Елена Гальперина, Сергей Репчиков, Республика. К Международному форуму «Россия – спортивная держава» готово все. Сегодня члены оргкомитета собрались на финальное заседание и обсудили ключевые вопросы. В форуме примут участие более 3000 человек. Ожидается визит 20 зарубежных делегаций. Чебоксарская авиагавань в эти дни будет работать в усиленном режиме. Часть рейсов примут аэропорты Казани и Ешкаралы. Из других городов участников форума будут подвозить комфортабельные автобусы. Гостей готовы разместить более 30 чебоксарских гостиниц. В Чебоксары приедут более 100 журналистов федеральных и региональных средств массовой информации. Для удобства пишущей братья на официальном портале органов власти создадут отдельную ленту новостей международного форума. На сайте в эфире местных телеканалов будет организована прямая трансляция основных мероприятий. Будет организована прямая трансляция с мероприятий на Красной площади 9 октября в Чебоксарах на национальном телевидении и интернет-трансляция на портале КАПРО. Среди трансляции на официальном сайте международного форума. В этой связи прошу также закрепленных ответственных должностных лиц за гостями подводить камеру своих подопечных, так скажем. Старт международному форуму даст массовая зарядка со звездой. Она состоится утром 9 октября. Сейчас ее участники собираются на репетиции. Тренеры по фитнес-аэробике разработали для горожан специальный комплекс упражнений. Сегодня за подготовкой понаблюдал мой коллега Дмитрий Ковалев. Раз, два. Они верюмнулись друг к другу, соседу впереди и каждому сказали здравствуйте. Два притопа, три прихлопа и руки выше, чтобы изобразить в воздухе фигуры радуги и солнца. Тренеры оттачивают до идеала каждое движение горожан. Имя звезды, которая поддержит спортивный марафон, организаторы пока не раскрывают. Но по традиции пример всем участникам подаст президент федерации фитнес-аэробики Оксана Вербина. Бесменная ведущая зарядок отмечает, что чебоксарцам предлагают комплекс самых элементарных упражнений. Они запоминаются легко. Данные движения они должны и разминать человека, и так, чтобы они были доступными, и давали ту бодрость, тот заряд энергии для того, чтобы он хотел дальше двигаться. Потому что движение у нас начинается снизу вверх, то есть с шага. И мы начинаем, конечно, с хорошего настроения. У каждого участника зарядки будет свое место. Горожане встают вот на такие цифры и точки, все по порядку. 9 октября на Красной площади и яблоку негде будет упасть, говорят организаторы. На массовую зарядку приходят целые коллективы. Несмотря на рабочие будни, сюда приехали и преподаватели гимназии номер 46. Они – постоянные участники спортивных акций. Кто желает, кто желает, самые активные. Вот мы все активно пришли, а Оксакалы заменяют нас, молодых. Массовая зарядка на Красной площади должна удивить гостей, отмечает глава республики. Возможно, что к примеру Чувашии последуют и другие регионы. Но для жителей республики зарядки становятся привычным делом. Я абсолютно уверен в том, что вот это красивое мероприятие пройдет на достойном уровне. И все россияне увидят, как в городе Чебоксары на Чувашской земле люди вовлечены в спорт. У них сердца горячие, они зажигают друг друга. Это же здорово! Как чебоксарцы делают зарядку и действительно увидят все. Прямую трансляцию с Красной площади будет вести национальное телевидение Чувашия. Специалисты уже устанавливают технику, трибуну для почетных гостей и сцену. Медрик Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Спортивную стафету, посвященную международному форуму, подхватили ежегодные соревнования «Надежда России». Гимнасты Приволжского федерального округа сражались в умении высоко прыгать и выполнять перехваты. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что выступление далеко не первое, коленки перед стартом все же трясутся. Делятся юные гимнастки. Значимость события огромная. Самые лучшие пройдут в финал всероссийских соревнований. Команд у нас здесь полных команд 8 и еще 3 неполных. Субъекта федерации 11 получается. Все борются за выход в финал на Россию. Сегодня у нас первый день командной многоборья. Чтобы попасть в спортивную гимнастику, необходимо начать заниматься в 5-6 лет, замечает тренер. Гимнастика это не только красиво, но и очень полезно. Если висеть на брусьях с ранних лет, можно избежать многих проблем со здоровьем. Гимнастика вырабатывает силу, гибкость, выносливость и чувство равновесия. Отправляя Настю в спортивную гимнастику, мама и не думала, что дочь достигнет таких высот. Сегодня 15-летняя Настя Кузьмичева представляет команду Ульяновской области. Бывает не хватает времени, но без гимнастики это тоже невозможно жить. Уже день не потренируешься, тебе уже хочется двигаться, поэтому никак уже без спорта не могу. Чувашскую республику на первом этапе соревнований представляли 8 юношей и 5 девушек. Финал соревнований состоится 17 ноября. Татьяна Трофимова, Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Ну а в минувшие выходные, несмотря на холод и даже первый снег, в одну большую спортивную площадку превратился Цивильск. Так в городе отметили день здоровья. Подробнее в сюжете. Глядя на то, что происходило на улицах Цивильска, было сложно поверить, что это холодное осеннее утро субботы. Сложилось впечатление, что все горожане одели спортивную форму и вышли размяться. Зарядку делали у школ, больниц и разных организаций. Погода нормальная, очень хорошая. А что делать, чтобы не мерзнуть? Не мерзнуть. Тренировка. Зарядка. Понятно. А тренировка дома? Зарядку делаете? Да, с утра обязательно. Перед работой обязательная зарядка. На работе в 10 часов. Улицы, где в этот день занимались спортом, объявили свободными от транспорта. Без всяких исключений. Так что Михаил Игнатьев и другие сотрудники органов власти пересели на двухколесные средства передвижения. Зарядки и флешмобы велосипедной делегации встречались на всем пути до пункта назначения. Стадион имени Олимпиады Ивановой. По этому покрытию еще не ступали кроссовки спортсменов. Открытие стадиона также приурочили ко Дню здоровья. 400 метров беговой дорожки в 4 полосы, 500 посадочных мест на трибуне и футбольное поле с искусственным покрытием. Цена удовольствия почти 42 миллиона рублей. Средства выделили из муниципального бюджета. И хочу пожелать всем здоровья, чтобы молодежь наша была амбициозная, целеустремленная. И чтобы каждый из вас стремился одеть подобный олимпийский костюм. Стоять на Олимпийском пьедестале, чтобы в вашу честь звучал гимн России, поднимался флаг России. И весь Олимпийский стадион стоял на ногах и чествовал вас. Одними из первых опробовали стадион участники фестиваля по спортивной аэробике. С командой Чуваши соревновались гости из Татарстана и Нижегородской области. Мы занимаемся пять лет. Каждый день по сколько? Каждый день по 3-4 часа. У нас команда дружная. Мы работаем вместе и сообща. Но затем покрытие дорожек для бега смогли опробовать все желающие. С нового стадиона спортивный праздник плавно перешел в спортивный комплекс. Его построили еще в 2010 году. 4 октября там прошли финальные поединки всероссийского турнира по боксу имени ветерана войны, труда и спорта Михаила Краснова. Глава республики журналистами, которые часто видят его в спортивной форме, поделился. Любит разные виды спорта и какой-то один выделить не может. Что я могу, то и делаю. Я чередую волейбол, футбол, баскетбол, велосипед, лыжи. Потому что один вид спорта надоедает. Когда их чередуешь, по-другому смотришь, по-другому мышцы развиваются. И с этой точки зрения я стараюсь, и члены семьи моей стараются виды спорта менять. Праздник получился хороший, отметил Михаил Игнатьев. Побольше движений это как раз то, что не хватает не только чиновникам, но и большинству современных людей. 20 лет много или мало? Что можно сделать за это время? На все эти вопросы не только ответили сотрудники торгово-промышленной палаты на дне своего рождения. Вместе мы будем сильнее. Под таким девизом торгово-промышленная палата Чувашия живет и работает уже 20 лет. В 1994 году ее учредителями стали 20 предприятий республики. Сегодня члены ТПП представляют более 80% научно-технического и производственного потенциала Чувашии. Миссия палаты с момента ее создания не изменилась. Она содействует превращению республики в привлекательный для бизнеса регион России. Палата является координатором стороны работодателей во взаимодействии власть, бизнес, общество. Вот с их легкой руки мы взяли на себя функцию представления интересов работодателей. Далеко не каждая палата в России этим занимается. За большой вклад в социально-экономическое развитие глава Чувашия Михаил Игнатьев вручил президенту торгово-промышленной палаты Игорю Кустарину медаль ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Наше эффективное взаимное сотрудничество дает дополнительные стимулы для того, чтобы мы находили новые идеи, новые проекты, занялись поиском финансовых средств, брали на себя риски и ответственность и открывали новые производства, создавая высокопроизводительные рабочие места. Судя по всему, такой политики торгово-промышленная палата будет придерживаться и далее. Игорь Кустарин вновь избран ее президентом. Приоритетное направление работы палаты на 2015-2020 годы – развитие республиканской инновационной системы, малого и среднего бизнеса и усиление противодействия коррупции. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.